Друзья, здравия! Это Шевченко Александр. Наше следующее видео из Одессы. Морской прибой. Ну и, конечно же, осознанность и счастье. В одном из моих последних видео был комментарий рассказать про мироустройство и про Землю, что это такое на самом деле, как я это вижу. Могу поделиться своими мнениями, а на самом деле каждый сам может принять свое решение. Тут нет никакой навязчивости, поэтому решайте сами. Информации много, много информации мы не можем проверить, но некоторую вполне возможно проверить. Вот вы сейчас видите так называемую линию горизонта. Посмотрите внимательно на нее. Видите, то есть она абсолютно ровная. И бывает такое, что корабль заходит вроде бы за линию горизонта, то есть он не должен быть виден. Однако, если мы возьмем, увеличим, да, то есть приблизим, возьмем подзорную трубу или бинокль, то корабль будет виден. То есть он на самом деле не зашел за линию горизонта, а просто удалился от нас и стал невиден. Это один из примеров, то есть который нам показывает, что на самом деле то, что мы называем Землей, имеет несколько другую форму, чем нам показывают там из космоса и так далее. И что вот эта вся пропаганда НАСА, она имеет определенный характер, да. И, скажем, спутники, они не для того, чтобы там, скажем, ну, что-то, да, делать такое. Основная их цель это, по сути, сбор информации, передача данных, ну и воздействие на людей, на Землю, да. То есть вот эти лазерные лучи, которые бьют с неба и поджигают леса в Калифорнии, в Австралии, это как раз именно действие этих спутников. Вот, поэтому тут, опять же, я говорю, эту информацию, ну, проверить сложно, можно верить, можно нет. Но на самом деле, когда вы сталкиваетесь с какими-то необъяснимыми явлениями, очень важно тут подключать и логическое мышление, и интуицию, и общаться со Вселенной, потому что все знания, все данные на самом деле открыты. Единственный вопрос, верим мы это или нет, насколько, ну, как бы, вот это наше знание нам доступно, и насколько мы готовы в него верить. Вот это вот такой вот момент. Дальше посмотрим на мироустройство с точки зрения, вот, например, кому выгодно сейчас эта паранойя насчет коронавируса и так далее. Да, то есть некоторые, ну, вот я записал недавно видео и назвал все это фейком, вымыслом, подумали, что якобы я считаю, что нет никакого коронавируса. Нет, есть что-то, что нам внушают, и то, что называют коронавирусом. Однако цель этой эпидемии другая. Это посеять хаос и потом ввести стабильные данные, то есть оно уже начало вводиться. Закрыли авиасообщение, ограничивается перемещение людей, вводятся полицейские меры. Для чего это делается? Для того, чтобы людей держать рабами, для того, чтобы люди не выступали, не проводили демонстрации, не собирались. То есть цель это разъединение, вот что важно. И поэтому тут нужно смотреть, что стоит за всем этим и кто стоит за всем этим. То есть есть, опять же, такие мировое правительство, которое мы, по сути, и не видим. И, ну, как бы есть какие-то там имена, они всплывают в интернете. Ну, я думаю, что это не главные имена, это так прикрытие. А те, кто по-настоящему управляют, они, вероятно, имеют совсем другой вес, вероятно, они имеют совсем другое влияние. То есть кто-то говорит о рептилоидах, о серых и других, ну, скажем так, расах, которые управляют здесь. Опять же таки, если Земля это не шар и есть другие сектора, как это показано, то, возможно, это существа с других секторов, которые каким-то образом, ну, скажем так, влияют на нас или с других, там, не знаю, пространств. То есть суть не в этом даже, откуда они и как они выглядят, а в том, что есть управление, есть манипулирование нами. Вот это самый важный момент. То есть сейчас суть даже не в том, кто это, а нам важно понять, что нами манипулируют. И второй момент, как с этим бороться, как с этим справиться даже. Бороться не стоит, потому что если мы начинаем бороться, они используют эту борьбу против нас. То есть мы создаем какие-то войны, да, то есть, ну, допустим, движение, которое направлено на борьбу, антиглобализм, да, но антиглобалистов что, стравливают между собой, они начинают, ну, скажем так, действовать тоже неосознанно, и вся эта борьба проваливается. То есть почему я так говорю? Да потому что даже сама вот эта структура мирового правительства, она поддерживает антиглобализм, потому что ей это выгодно. А цель, на самом деле, это повышение осознанности. То есть чем более осознанным будет каждый из нас, тем сложнее его будет обмануть. Осознанность — это способность видеть правду, способность получать прямое знание. И она открывается тогда, когда мы осознаем, то есть мы очищаем свой разум, сознание, мы начинаем общаться со Вселенной, ну, скажем так, с другими существами по прямому, по телепатическому каналу. То есть то, что называется ченнилингом. И мы можем, на самом деле, общаться без слов. Вот о чем я говорю. То есть эти способности к телепатии, они открываются у каждого человека. И они открыты, на самом деле, еще, ну, скажем так, с рождения. Но мы зачастую их закрываем, совершаем какие-то неэтичные действия с помощью этих действий и сами перекрываем себе эти способности. Поэтому, друзья, основной посыл здесь — это повышение осознанности. То есть, сколько бы мы ни говорили про мироустройство, сколько бы я вам ни говорил, пока вы сами это не осознаете, то есть не где-то там прочитаете или услышите, а именно на своем собственном опыте. В результате вашей проработки, да, которой я занимаюсь, например, уже 20 лет. То есть я это не беру с фонаря, с интернета. Я работаю в этом. Я делаю проработки, я делаю сессии, как с другими людьми, так соло, да. То есть я в этом движении уже 20 лет. То есть я первоначально познакомился, например, вот с циентологией, с работами Хаббарда. Там я впервые узнал о том, какое воздействие на нас оказывается. Сначала для меня это было просто слова. То есть я мог верить этому или нет, но когда я это увидел в своем опыте, то есть в своих сессиях, то я, конечно же, убедился в этом и понял, что суть совершенно в другом. Что я знаю, как это выглядит и почему это выглядит. Да, тут было отвлечение небольшое, я уже выключил. То есть и в данном случае каждый из нас может быть осознанным духовным существом. То есть когда я провожу процессинг, я помогаю человеку осознать себя, осознать свой духовный путь и понять, кто он и почему он так действует. То есть вот это важный момент. И каждый человек может действовать осознанно и во благо для себя, для других. То есть когда он так действует, начинается путь духовного роста и освобождения. Поэтому я, когда провожу процессинг, у меня цель это не просто убрать какую-то психопроблему или травму, а помочь человеку в становлении, то есть в пути духовного роста. И здесь, ну как бы, то есть когда повышается осознанность, человек начинает видеть правду. То есть он начинает осознанно сам создавать то, что ему хочется. И вот в этом вся суть. И поэтому, друзья, получается, что это не просто какие-то слова, а это реальная проработка, которая помогает каждому существу. И чем больше мы осознаем, тем легче нам взаимодействовать. И каждый человек может повысить свои способности, может исцелиться. Поэтому, когда я создавал проект Академии счастья, я делал его для того, чтобы каждый мог понять себя лучше и, соответственно, помогать другим. То есть сначала улучшаешь свое состояние, потом начинаешь помогать другим. Вот такой концепт. И мироустройство понимается по мере повышения осознанности. То есть чем выше ваша осознанность, тем больше вы начинаете понимать, как все устроено и вообще, почему это так устроено. То есть почему выгодна ложь, почему выгодно держать людей в рабстве, почему выгодно создавать вот эту иллюзию страха. То есть когда человек боится, он подавлен. То есть подавленный человек начинает бояться и делать неправильные, неэтичные, некорректные действия. И таким человеком очень легко манипулировать. Попробуйте манипулировать человеком, который ничего не боится. Не боится болезни, не боится смерти, не боится ничего. Им невозможно манипулировать. Ему, да, ну как бы при каких-то там, можно его, конечно, посадить в тюрьму, пытать, применять к нему электрошок, какие-то другие пытки. Да, со временем можно сломать, наверное, каждого человека, но это гораздо сложнее. Тут надо применять гораздо более эффективные, как они говорят, меры. И вот таким образом, то есть у нас объявляют, кто из террористов. Кто такой террорист? Это человек, который не угоден системе. Вот и все, который борется с системой. Вот кого называют террористами. Поэтому можно назвать террористов любого, кто не угоден системе, пытать его, садить в тюрьму и так далее. Я знаю это, и, соответственно, я думаю, каждый из вас понимает, что терроризм это, ну скажем так, идея, которая внушается каждому, что мы должны бороться с террористами. На самом деле мы не должны ни с кем бороться. Ни с террористами, ни с системой. Мы должны повышать свой уровень осознанности. И тогда система нам ничего не сможет сделать. То есть цель это отключиться от этой матрицы и быть самим собой. Быть вне системы. То есть мы как бы играем в систему, но мы вне системы. И вот я помогаю людям выйти из системы. Поэтому кто хочет, кому вообще эта тема интересна, милости прошу, пишите в комментариях или мне в личку. Я пообщаюсь, постараюсь ответить на вопросы. То есть найдем точки соприкосновения. Наверное, буду на сегодня завершать. У кого есть вопросы, пишите. Мои контакты будут в этом видео. Если было интересно, ставьте нравится, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями. И колокольчик, это напоминание о новых видео. Всем добра и здравия. И до скорой встречи, друзья.